Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Деяния апостолов» и обратимся к 20 главе. 20 глава продолжает рассказ о происшествиях, связанных с апостолом Павлом и городом Ефесом, Ефесской христианской общиной. Значительная часть, практически полглавы, это рассказ о перемещениях апостола Павла и его учеников, где евангелист Лука пишет о том, что вот когда мятеж в Ефесе кончился, Павел смог выйти оттуда и, дав некие наставления ученикам, пошел в Македонию. И апостол Лука перечисляет населенные пункты, через которые движется апостол Павел, ну, помимо прочего, как бы между строк, в сущности, говорит о возмущении, сделанном против апостола Павла иудеями. Такая мысль, такое событие, которое для Луки уже естественно. Он ничего подробно и не пишет об этом. Ну, вот пришел апостол в Элладу, там возмутились, поэтому он пошел дальше, хотел в Сирию, но решил возвращаться через Македонию. Ну, и вот там каким-то сложным маршрутом двигался, еще потом на корабле вокруг острова Кипр. Дальше Лука пишет нам, что в первый день недели ученики собрались для преломления хлеба. Речь идет о воскресенье, которое первый день недели, это только советская власть от большого ума решила всем разъяснить, что это уикенд и последний день недели. Да, вот в день воскресный апостол Павел с учениками собираются для преломления хлеба. Сама по себе фраза Луки, опять-таки даже вплоть до интонации, звучит так, что ну вот там было воскресенье, и, конечно, в воскресенье, конечно, собрались, конечно, для преломления хлеба. Для евангелиста Луки, ученики Христа, которые не собираются в воскресный день для преломления хлеба или не участвуют в этом преломлении хлеба, это абсурд, так не может быть. День воскресный, первый день недели, значит, крестьяне преломляют хлеб, значит, участвуют в этом таинстве. Нам трудно себе даже представить, до какой степени противоестественным, не просто нелепым, противоестественным показалось бы Луке и его современникам, да и Павлу тоже, вот это наше, существующее в наше время, обыкновение посещать преломление хлеба, посещать литургию и не участвовать, не знать, что там происходит за закрытыми или открытыми завесами и не причащаться. Ну вот, для христиан первого столетия они бы очень были изумлены и едва ли сочли бы людей, практикующих такие вещи, членами одной с ними церкви, чрезвычайно поучительной. Но Лука, конечно, не за этим пишет, а он говорит о том, что Павел собирался дальше, уже двигаться, продолжать путешествие, поэтому ему много чего хотел сказать, и он продолжил слово до полуночи, то есть целый вечер после преломления хлеба еще он говорил, 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 говорил. Ну, много чего хотел рассказать, так бывает. Вообще говоря, кстати, современные ораторы хотя бы теоретически, не всегда реально, но хотя бы теоретически ориентируются на способность слушателей воспринять. Кажется, в данном случае Павел этого не делает. И кончается тем, что на третьем этаже, где они сидят, ну, вероятно, там этот цокольный, который считался первым, потом первый, вот, неважно на самом деле, соответствует это нашему двух с половинному этажу или третьему, высоко, высоко. Вот юнош, который сидел там на открытом окне, потому что очень душно, еще Лука тоже, видите, он упоминает, что в горницу, где мы собрались, было довольно светильников. А светильники, что масляные, что свечи, потребляют очень много кислорода, много кислорода. И в пасхальные какие-нибудь празднества, и какие-нибудь еще дни, когда в храмах зажигают несметные полчища свечей, это очень чувствуется. Лучше было бы это не делать, потому что люди от этого в обморок падают. Вот Евтихик именно так и упал. Сидел на окне, душно, жарко, кислорода в комнате нету, потому что много светильников. И Лука пишет, что он впал в глубокий сон и упал, и был поднят мертвым. Но апостол Павел обнял его, и, вероятно, дыхание различил, или сердцебиение, и сказал, душа его в нем. После этого мы бы, конечно, считали, что надо вызывать скорую, которая не существует в первом веке, что надо что-то еще делать, хлопотать как-то. Но в крайнем случае молиться над этим Евтихом. А Лука пишет, что Павел поднялся, преломил хлеб, вкусил, и до рассвета еще беседовал, а потом ушел. А отрока уже привели к тому моменту живого и немало утешились. С одной стороны, Павел прерывает свои возвышенные речи, чтобы выяснить, что произошло, жив он или нет. Когда выясняется, что он жив, хорошо, продолжаем преломлять хлеб и учить. Вот такая, так сказать, его иерархия ценностей тоже чрезвычайно полезно для нас помнить. А дальше вторая половина главы 17 стиха содержит некоторые чрезвычайно непростые, но очень-очень важные вещи. Ну вот, речь идет о том, что из Мелита, проезжая мимо, Павел не хотел заезжать в Эфес, такой у него там был маршрут быстрый, вот он вызвал пресс-витера в церкви, старейшин в церкви. Хорошо, вызвал. И они прибыли к нему в Мелит. И вот, что же апостол Павел говорит этим старейшинам, пресс-витерам эфесской христианской общины, которые прибыли к нему? Говорит он следующее. Во-первых, вы знаете, что я с первого дня был с вами, работая Господу, слезами среди искушений, не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, чему бы не учил вас всенародно, возвещая иудеям, эллинам. Теперь я иду в Иерусалим, не зная, что со мной случится, но вот Дух Святой свидетельствует, что меня ждут узы и скорбь. И дальше еще несколько раз повторяю примерно ту же самую мысль, что я рад совершить предназначенное мне поприще, я принял от Иисуса путь проповедовать Евангелие благодать, я это сделал, вот он как будто перечисляет, что именно им сделано, и затем говорит, свидетельствую вам в нынешний день, что я чисто от крови всех. Что имеется в виду, что значит чисто от крови всех? Скорее всего, эти слова являются отсылкой к довольно распространенному мнению среди верующих народа Божьего восходящему к словам пророка Иезекииля или, быть может, зафиксированным в более явном виде у пророка Иезекииля, где Господь говорит Иезекиилю так, если вот нечестивый и ты его обличал, а нечестивый погиб, виноват нечестивый, а ты не виноват. Однако, говорит Бог пророку, если вот нечестивый погиб, а ты знал, и тебе было слово отменение, но ты его не возвещал и не предупредил этого нечестивого, тогда ты, пророк, виноват, кровь на тебе, вина на тебе. Представление пророческого служения в библейской культуре подразумевает ответственное за порученное слово, и Павел явно исходит именно из этой парадигмы. Он говорит, мне было дано благовестие Христово, и я его до вас донес, теперь ваша ответственность, теперь говорит он, я чист от крови, то, что требовалось от меня, то, что я должен был сделать, чтобы исполнить повеленное Богом, я сделал, я чист от крови всех, теперь этих людей самих ответственность последовать или не последовать пути возвещенному Павлом. Ну, потому что сплошь и рядом мы в данном случае, я имею ввиду и современных христиан, и современных пастырей, заметьте, тоже. Это такое взаимное отравление. Мы делаем вид, что ответственность за то, чтобы паства стройными рядами двигалась в указанном направлении, лежит всегда. Пасите стадо, которое у вас негнусной корысти ради, как пишет апостол Петр. А вот Павел, он не считает себя ответственным за дальнейшие шаги своей пасты. Он говорит, я вам все сказал, возвестил Иисуса Христа, Евангелие благодати Божьей, и я чисто от крови всех. Дальше это ваш труд, ваш путь и ваша ответственность. Вот он будучи человеком, мало того, что гениальным в отношении духовном, он еще и просто очень умный. Поэтому у него тут все на своих местах. Очень поучительно, очень поучительно, в том числе и для пастырей народа Божьего. Но и этого мало. Обращаясь к этим самым пресвитерам эфесской общины, Павел говорит, и так внимайте себе и всему стаду, то есть будьте внимательны к тому, что происходит, в котором Дух Святой поставил вас блестителями пасти церковь, которую он приобрел себе кровью своей. Ну, во-первых, только что мы видели, что пасти это значит до конца передать Евангелие благодати. Вот он обращается, посмотрите, русские синодальные переводы здесь сделан очень обтекаемо. В начале фрагмента в 17 стихе авторы перевода решили не переводить слово пресвитерам, не писать старейшину, а писать пресвитер. Ну, ладно, но такого же принципа надо было придерживаться в 28 стихе и не писать блюстители, а написать епископы. Речь, собственно, идет о том, что одни и те же люди на расстоянии в 10 стихов названы и пресвитерами, и епископами, блюстителями, ответственными. Ну, конечно, да, за этим стоит некое представление первого столетия о том, что всякое религиозное сообщество, да вообще любая коллегия, любая официально определенная группа лиц, будь то коллегия по интересам, клуб филателистов, церковь бога живого или погребальная коллегия, да, у нее есть некие ответственные несколько человек, они называются епископос, на русский это слово певается как блюстители, обычно это люди, которые представляют эту общину в контактах с государственной властью. представляют собственно и все, больше ничего, и в разнообразных попытках думать о том, как же жила, как была устроена церковь первого столетия, вот эти две фразы или два слова очень-очень близко стоящие очень людей путают, потому что традиционная стандартная экзогетическая позиция, что в первом веке все точно так же, как сейчас было, с той же иерархичностью и даже может быть с теми же степенями свещества, чего уж не было абсолютно точно, вот никак. Реально там не было этой иерархичности, по крайней мере это видно. Здесь есть несколько разных, разных попыток вглядеться и представить себе, каковы были взаимоотношения в этой эфесской общине, где несколько человек, которые называют то старейшинами, то блюстителями, то епископами, то пресвитерами, и как оно все там происходило, и зависят эти представления по большей части от идеала самого представляющего, от того, какой бы он хотел видеть церковь современную, современную, потому что, знаете, принимая близко к сердцу несовершенства, недостатки, ошибки, грехи, промахи нашей матери церкви, мы почти никогда не задаем Богу вопрос, какими ты хотел бы нас видеть в наше время, при наших обстоятельствах. А вместо этого задаем себе вопрос, в каком веке или в каком виде было то идеальное состояние, к которому мы хотим церковь реставрировать, как будто в прошлом у нее все было только, все было идеально, а потом все хуже, 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 хуже. Такая концепция золотого века, привнесенная в христианскую историю, совершенно неуместная к слову сказать. Все поэтому любят выстроить такую картину первого века, чтобы потом призывать это восстановить, там, про общину, про иерархию, про что-нибудь вот такое вот каким, какой хотели бы видеть церковь сильные люди. Ну вот, чтобы не превращать этот разговор в пропаганду, я свое мнение оставлю при себе. Хочу только еще раз обратить внимание на то, что ни с какими нашими идеальными картинками из учебника там, похоже, дело не совпадает. Не совпадает. Ну, в конце концов, действительно, об этом есть довольно много текстов православных богословов XX века. Теперь заметим также, что Павел говорит, ну, из вас самих будут люди, которые попытаются там увлечь учеников за собою и в каком-то смысле говорит он, что эта вещь естественная. Да, падение вещь естественная, в том числе и для церкви. Сверхъестественным чудом является способных крестьян устоять в вере. И теперь дальше апостол снова возвращается к очень важной для него теме. По-видиму, гораздо более важной, чем мы можем себе представить. Он говорит о том, что я был у вас и не пожелал ни серебра, ни золота, ни одежды, ничего. Вот, предаю вас Богу и слово благодати, и я от вас никакой корысти не получил. Сами знаете, что нуждам моим послужили руки мои. Вот эти. Вот. То есть, ну, вероятно, суть того, как цитирует Лука, прям Павел им говорит, вот эти руки мои, показывает, что он работал руками. И да, апостол Павел об этом неоднократно упоминает в посланиях, он говорит об этом, если хотите, как об одной из фундаментальнейших черт своего благовестия, фундаментальнейших черт своего извода веры Христовой, своего представления о церкви. Лидерами могут быть только люди, которые не нуждаются в деньгах и доходах от других. И, в общем, тоже, конечно, с ног сшибательно. Это звучит, если сравнивать уже с каким-нибудь четвертым веком, я уж не говорю с 21-м. Потому что Павел фиксирует, что так правильно, так надо. Вот у вас есть люди, у которых есть собственный заработок, источник дохода, там они работают, профессия, все, вот как я, например. Вот это и будут ваши лидеры. А те, кто захотят много почета, золотого шитья и большую зарплату, они обманщики. И Павла не собьешься этого. Вот он убежден, что надо только так. Да, он может где-нибудь написать, не заграждая рта у маловолотящего, ну да, у Вала молотящего, и что трудящийся достойным пропитания, но потом все равно скажет, но вообще-то надо делать вот так, как я. для аэфистской общины времен Павла и, по-вечему, для большинства, может быть, даже и для всех Павлом основанных общин, пресвитерами или блюстителями, старейшинами или епископами, как правило, становятся люди, которым не нужна зарплата, которые сами могут из своей зарплаты пожертвовать кому-нибудь что-нибудь, и у кого есть большой дом с большой комнатой, где можно собираться для преломления хлеба. Вот так. И он ссылается на слова Христа «блажение давать, нежели принимать». И говорит он это, в общем-то, о деньгах старейшин. которые лучше отдавать, чем получать. Ну, вот так. Ничего не поделаешь. Большинство из профессиональных верующих новейших времен, конечно, эти слова сильно облегчают, хотя не всех. Но обрулить их каким-то образом покасательно тоже невозможно. Ну, и заканчивается эта глава тем, что апостол Павел преклоняет колени и со всеми, кто его пришел послушать, молится, и его провожают скорбя, потому что Павел говорит, что мы уже больше с вами не увидимся. Павел 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 Продолжение следует...